Друзья, доброе утро! Я поправился, температуру сбил, сутки вчера отоспал. День, конечно, был потерян, но теперь я полон сыр и бодр для того, чтобы дальше показывать вам, что в этом отеле есть. Сегодня, по возможности, мы хотим сходить на этот остров и посмотреть, что там. Люди в основном туда идут, когда восход, солнце и закат. Ну и в течение дня там паломничество каждый день. Поэтому посмотрим, как туда добираться и что там есть. Из нюансов, которые нужно знать по пляжу, здесь между отелем и пляжем проходит дорога. Там машины ездят и шумно, если лежишь близко от дороги, то все слышно. Есть подземный переход, вот он, такой хороший. Там сейчас делают лифт. На баре сейчас, на пляже нету бара, но здесь есть холодильник с холодной водой. И они приносят напитки, такие как пепси, фанта, кока-кола, пиво. Крепкие алкогольные напитки только на снэк-баре или уже в отеле в самом. Есть волейбольная площадка. Пляжный волейбол, вы можете поиграть здесь. Есть, где можно помыть ноги, один краник. Пляж у них общественный получается, и туда на него нельзя опускать шезлонги. Мы туда сначала на берег ставили, нас поругались, сказали, что уберите, пожалуйста, отсюда, потому что придет полиция и даст штраф. Видимо, это компромисс, который был у отеля и у пляжа. Сейчас вам покажу, смотрите, это. Вот здесь, видите, в виду, что сюда нигде. Сейчас вам покажу туннель, который до пляжа идет, ну, изнутри, и лифт. Вот здесь они делают лифт. Они серьезно сделали туннель, такой, я думаю, он очень дорого им обошелся. Прокол делали под дорогой, и здесь свет. Ну, я таких не видел, по крайней мере, сколько я отелей инспектировал. В основном, такие маленькие туннели под мостиком, ты проходишь, и все, они открытого типа. А здесь такое ощущение, что ты в метро спускаешься. Ну, и вот, смотрите, вот он. Туннель, вы выходите, и вы на пляж. Вот так вот собаки отдыхают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА